У меня отец священник. Вот, собственно, это оказало влияние на то, чтобы я поступил на реставрацию и теперь работаю здесь. А священник у вас старооблическая церковь? Нет, православная. Но он не против, что музей, да? Нет. А когда музей сформировался как организация? Так, получается, каждому музею 10 лет. У нас раньше в любом месте он находился. И, ну, то есть, общее число это 20 лет. Вообще, формирование собрания началось 30 лет назад. Это город Екатеринбург. Это музей Невьянской иконы. Иконы старообрядческой. Я только сейчас увидел, что сундук из икон сделан. В чем принципиально отличие старообрядческой? Начатой реставрации. Вообще, в тот период старообрядцы, они писали иконы только темперы. Вообще всегда. А в тот период официальная церковь был указ о масляной живописи. Тогда мода была. То есть, от этого же периода иконы старообрядческие всегда темперы писались. И второе отличие. Это двоеперстия. Иисус всегда пишется с одной буквой И. Они произносили Его как Иисус. Это было одно из отличий вообще. В остальном икона пересекается с другими. То есть, нет определенных отличий. Как называется эта икона? Спас на престоле. Спас седержителя на престоле. Первый раз я такое вижу. А это оклад, да? Отдельно. Да, это вот. Это икона отдельно. А, отдельно икона отдельно оклада. А, это же книжки, живописи. Нарисованы или напечатаны картинки? Напечатаны, но цветной печати не было в 19 веке. Ее расписали. Разрешено дорисовывали. А вот то издание, оно рукописано. У него еще потрясающий вид графика. Супер цвета. Скульптура изображений, они не типичны для христианства. Но вот были такие скульптуры. И здесь их очень много. А у вас как называются вот эти шкафчики? У нас маленная называется. Или киот. Маленная, да, у вас тоже называется так? А еще у нас есть низ у этой маленной. Ну, то есть подставка, на которой она устанавливалась. Она же не подвешена была. Подставка. Ну, у нас, к сожалению, только вот так. Еще часто проблема в реставрации. Ну, вообще в хранении икон. Можете заметить, что крепления для свечей, они за стеклом. И когда свечи ставились, они освещали иконы. А они обжигали их? Да, обжигали. Очень часто можно увидеть вот такие. Запалы, да? Да. Иногда приходится выковыривать все вплоть до вот какого-то слоя дерева. А вот это отреставрированные бисерные иконы или это... Ну, то есть бисер-то, он аутентичный того времени? Где-то, ну, просто он участками сохранился, а участками пришлось добавлять. Очень сложно сейчас найти такой бисер. Мелкий, да? Ну, и мелкий, и форму, и цвет. А каким образом вот делали дырочки в этом бисере? А он выше на ткани, так что здесь в основном это... Нет, ну вот старинный бисер, я просто видела, насколько микроскопически... Да, есть вот на примере вот того ткани с крайне права. Там очень мелкий бисер. Вот этот. Это, наверное, какой-то... Ну, вы доставляли, да? Из Турции или откуда это? Возможно, допустим, вот цветное стекло. Иногда использовали вместо драгоценных камней. Оно по стоимости было как горный хрусталь, потому что его привозили из Италии. И вместе с этим вполне вероятно, что можно привезти бисер. А это камень и пчелок? Это у нас просто декорация. Такое кодило там самодельное. А вот такие кодило беспоповцы используют, ну, поморцы у нас, снабирженцы. Ну да, часы они тоже используют. А у вас есть такая традиция кодить людей? Вот так они вставят. Да, и накладки еще обязательно. Это спас в темнице, да, вы называете? Еще спас полуночный. Как? Спас полуночный. Полуночный? Ну, нету никакой истории. Ну, вот именно про этот памятник нет. А вы знаете, откуда иконы поступали? То есть, например, есть ли у вас такое, что это керженские иконы или с Нижегородской области? Можете такие показать? У нас в основном, ну, 99% это Невьянск и Нижний Тагим. То есть, места их написания. Также стоит сказать, что старообрядцы никому свои иконы сами не продают, даже между собой. И все эти иконы, они когда-то были либо изъеханы, либо утрачены самыми старообрядцами. Макет. Храма. А сейчас приходится, она говорит, посмотрите. Да, сейчас, да. Ну, все, они соглашаются. Ну, все, они соглашаются. Катюш, хорошо видно? Ну, все, они соглашаются. ПОСТОЧИТ СТУКИТ 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 я вот там читала немножко не поняла из доски разделял и поставлял святки что значит да 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 то есть он облегчал чтобы она легче и тем самым их доставлял да а зачем нужно было облегчать да а вот это золото со временем она не утрачивается особенно если его периодически тряпкой промывают в храни или дома и приходится его либо восстанавливать вот здесь например золото родное все но где-то мы утрачиваем очень богатой экспозиции красиво смотрите здесь